Улыбчивый мужчина и жизнерадостная девушка предлагают горожанам поучаствовать в акции и изобразить на плакате свое понимание семьи и счастья. Казалось бы, аналогичные мероприятия молодежь организовывает десятками, но эти люди не волонтеры и не общественники, а саентологи. Если вы хотите узнать, что такое саентология, то, пожалуйста, приходите, я вам дам книги, в которых написано, что такое саентология, о чем она говорит, какие ее принципы, какой ее кредо. Но это саентология. Там вы можете прочесть и узнать из первоисточника, что это такое, религия это, политика это или что это. Идеология писателя-фантаста Рона Хаббарда в США появилась в середине прошлого века и сразу стала одним из самых противоречивых учений 20-го столетия. Саентология в переводе – учение о знании. Адепты предпочитают альтернативные традиционным методы лечения, используют разработанную Хаббардом терминологию, верят в свою теорию зарождения Вселенной. По словам приверженцев идеологии, саентология – это прикладная философия, которая объясняет, как самосовершенствоваться и расти над собой. Адепты пишут программы по борьбе с наркоманией, отрицают алкоголь и сигареты. Тем не менее, общественность всего мира считает эту религию деструктивной. Основная их практика – одитинг. Это фактически так называемая реабилитация духа человека, где человека обращают к его жизненному опыту и пытаются внушить, насколько он был неправильный. И чтобы исправить самооценку, нужно от всего отказаться, полностью себя переделать. То есть идет полная переделка сознания, что является как раз явным признаком деструктивности. Учения контролируют каждую сферу жизни последователя, начиная от бизнеса и заканчивая воспитанием детей. Во Франции саентологию считают сектой, в Германии – коммерческой организацией. У нас просто группа, просто группа людей, которые придерживаются общих взглядов на жизнь. Тем не менее, литература как раздаточный материал для горожан очень даже религиозная. Я с СССР тоже знакома, но это не религиозно. Я сама эту книгу читала. В книжках написано о моральных ценностях. Там, на самом деле, много чего написано, но я бы это объединила вот в это слово, в слово сочетание. Собравшихся заподозрили в мошенничестве. И на месте проведения акции возник еще один одиночный пикет. Хотим сказать нет религиозным организациям деструктивного характера, которые формируются в городе Иваново и Ивановской области. Чтобы люди были бдительны, внимательны и думали, что они выбирают и за кем они следуют. Вы знаете, под видом благородных целей, возможно, могут скрываться и корыстные вещи, и вещи, так сказать, противонаправленные, негативного влияния. То есть здесь надо быть внимательным. Доцент университета, религиовед Татьяна Белова, оценочная секта не употребляет. Говорит, такого слова в науке нет. Есть нейтральное понятие «новое религиозное движение». Саентология к таковым относится. Учения очень противоречивые. Наверное, на разных людей по-разному влияют. Но там же есть такие практики подавления личности тех членов организации, которые в чем-то отступили от принятых норм. И тогда к ним относятся очень жестко. И люди потом доходят, может доходить до очень крайних ситуаций. Саентология – религия с двойным дном. С одной стороны, развитие личности и борьба с пороками. С другой – полное подчинение идеалам группы. Прежде чем верить таким даже самым позитивным и веселым волонтерам на улице и брать из их рук буклеты о ценностях, подумайте, нужны ли вам чужие убеждения. Елена Белова, Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.